всем привет сегодня видео будет не про плитку а про гипсокартон гипсокартон на потолке на мансарде вот такая вот тавтология в общем смотрите сборки гипсокартона нужно производить сначала изготовление то есть с монтажа хорошего каркаса каркас мы делаем из усиленного профиля расстояние между профилями на 40 сантиметров это нам нужно для того чтобы не было провисания между профилями и соответственно гипсокартон мы используем не девять с половиной как делает это обычно а 12 с половиной и влагостойкий вот такие вот требования нужно для того чтобы собрать здесь каркас и монтаж гипсокартона на мансарде обратите внимание вот они наши профиля профиля здесь жесткие очень жесткий 06 миллиметра до этого здесь у нас стояла фольга фольгу я естественно все сразу снял гипсокартон также был девятку влагостойкий но тоже удалил потому что они местами уже начали крошиться и провисать далее мы использовали вот такую вот веревку веревка нам нужно было для того чтобы задать одну плоскость от одного профиля до другого используют какие-нибудь другие варианты к сожалению нет возможности потому что веревка самый точный самый надежный инструмент обратите внимание проверяем вот так вот отгибаем немножко веревку возвращаем на место если она ровненько прилегает профиля значит у нас все идеально далее здесь у нас получается мы будем устанавливать гипсокартон и ширина и расстояние между профилями от сих до сих метр двадцать далее метр двадцать и там уже чуть меньше чем метр двадцать получается у нас идет сплошняком вот так вот гипсокартон и доходит вот до этой отметки здесь у нас будет заканчиваться гипсокартон то есть 250 и тут мы будем устанавливать еще на стык профиль 2760 а вот в этом месте вот у нас идет одинаковое расстояние отсюда до сюда то есть вот эти две линии они параллельны мы не будем делить полностью мы просто задней стороны прорежем гипсокартон и он у нас загнется шов получается у нас будет без разрыва стыки будут только здесь 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 а вот здесь где окно мы установим целиком лист для того чтобы не было там никаких трещин в будущем в общем каркас у нас готов сейчас мы раскидаем еще провода под светильники здесь будут также два светильника на уклоне подключим вентилятор он там он и соответственно будем потом собирать гипсокартон но момент вот такой вот смотрите видите вот у нас здесь профиля они идут под углом нам нет возможности естественно закрепить профиль 27 на 28 под углом поэтому мы делаем так крепим прямо по уровню профиль далее где у нас стыкуется 27 60 и 27 28 вот так вот подрезаем соответственно вот эту линию мы оставляем целиком для того чтобы была жесткость а нижнюю часть мы подгибаем вручную и у нас получается вот так вот угол после монтажа гипсокартона все это будет ровненько выровняться поэтому вот этого самого загиба уже видно не будет не надо целиком весь профиль гнуть огнем только подрезаем и гнем только место где у нас соединяется два профиля вот очень удобно пользуйтесь так сказать лайфхак далее как я уже говорил профиля мы используем жесткие и соответственно вся конструкция у нас будет стоять ровно и неподвижно и глядя вот только вот на этот вот плоскость мы видим то что у нас все идеально ровно за счет того что мы здесь вы делали веревочку вот в общем обратите внимание наш гипсокартон собран что вы сразу мы сделали сняли фаску чтобы маляры потом спокойно замазали все эти шовчики и было все классно дальше наличие саморезов говорит о том что мы тут не жалели их и крепили основательно для того чтобы он гипсокартон не провисал далее отверстие которое мы сделали под светильники поле gx 53 90 миллиметров сразу установили провода прокинули и теперь нам нужно это все просто замазать замазать зашпаклевать подготовить под покраску для того чтобы потом просто покрасить уже после плитки в общем вот что у нас получилось думаю достойный результат по сравнению с тем что здесь было здесь у нас ушло целиком пять пять листов гипсокартона даже чуть-чуть осталось откос я думаю придется переделать потому что он но не очень красивый чтобы ставить обратно резки откос надо менять и потому что здесь вот так вот не очень хорошо так вот плоскость идеальная потому что мы все делали четко по веревочке поэтому вся плоскость в одной плоскости вверх то же самое все уровни соблюдены все плоскости сделаны в общем идеальный отличный результат на этом пока все дальше смотрите продолжение по плитке по отделке в этой ванной грунте всем пока до новых видео ну ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok